Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Родители, моя девочка запрещает нам видеться, из-за того, что нас забрали в полицию. Мы выпили по 0,5 пива. Мне 21 и 17, они, короче, напишут на меня заявление, типа совращения, или того, что мы просто не видели. Это своих слов. Мы встречаемся 11 месяцев, ей запретили гулять, оскорбляют ее сильно из-за этой ситуации. Она пыталась поговорить, поговорить насчет меня и насчет отношений, они вообще не хотят, не слышат ее. И твердо говорят, нет, ну мы любим друг друга, очень сильно собираемся жениться, когда я исполнил 18 лет, я хочу поговорить с ее отцом, извиниться, попросить от меня один шанс, но боится, у меня случится не будет, делаю только хуже. Как правильно поступить в данную ситуацию, вообще потеряно, и боюсь, что она ручнет от меня, хоть и любит. И она говорила отцу, что она меня любит, а он говорит, ему все равно, и на наше намерение жениться, и то, что она любит, просто вообще не знаю, как поступить, помогите, пожалуйста, отец ее вообще неадекватный, говорит нам, собственно, за что она плохая, из-за просто вот такой ситуации. Смотрите. Я думаю, что нужно ориентироваться на те возможности и нормы, которые есть в стране, где вы живете. Я не знаю, в какой стране вы живете, не знаю, что это за страна. Если это страна Россия, Российская Федерация, то тут действует, в общем-то, одно правило, что по достижению человека возраста 18 лет, человек является совершеннолетним и полностью распоряжается своей жизнью сам, как ему жить, что ему делать, с кем приводит время и так далее. Это означает, что по достижению девушки 18 лет, она может и имеет право никому не прислушиваться, никого не не прислушиваться и делать только то, что она хочет. Сама. Естественно, полностью отвечая за свои действия, естественно, полностью нести ответственность за свои решения, за свой выбор. И в этом контексте, я думаю, что тратить свою энергию на родителей и вообще на кого-либо, равно как и делать центром ваших отношений одобрение родителей, не что иное, как, ну, вообще говоря, крайне нерациональное использование ресурсов, ваших ресурсов. Это, как если бы двое людей, очень успешных людей, очень значимых людей социально, да, я сейчас не могу привести такой пример, да, такой паре, вот, ну, просто вот, просто возьмите вот самого влиятельного на ваш взгляд человека, да, самого влиятельного на ваш взгляд мужчину и самого влиятельного на ваш взгляд человека, вот, а возраст когда люди, вот, могут встречаться, да, там, создавать отношения с, и так далее. И вот представьте себе, что эти два человека, ну, вот, давайте возьмем такой пример, да, спортсмены, какие-нибудь спортсмены, например, боксер, например, боксер, да, вот есть непобежденный боксер, абсолютный чемпион мира, есть непобежденная боксер, а, абсолютная чемпионка мира. И вот эти двое людей создают свою семью, да, начинают быть вместе, жить вместе, для того, чтобы заботиться о цветке. Вот то, что вы делаете сейчас, это именно такая модель, на что вы тратите свои ресурсы, это вот такая модель. Потому что у родителей есть своя позиция, хорошая она, плохая позиция, это не так важно. Вы все равно эту позицию не измените, ни вы, ни ваша девушка. А как бы себя отец не вел по отношению к ней, это его позиция, его выбор, это проявление его ценностей. Но вы можете просто жить своей жизнью. Вы можете просто делать то, что возможно. А возможно для вас сейчас, ну, например, подготовить какую-то почву для создания отношений. То есть, даже не отношений, а для создания совместного быта. Вот если вы хотите жениться, женитесь. Женитесь, но не с разрешения и одобрения кого-то. Сегодня это родители, завтра это еще кто-то. А женитесь, потому что вы сами этого хотите. Женитесь тогда, когда это возможно будет. Сейчас у родителей есть правовые, законные основания для того, чтобы запрещать что-то вашей девушке, потому что она их дочь и ей нет 18 лет, она не эмансипирована. Эмансипация это когда человек получает статус совершеннолетнего раньше 17 лет. Делается это в ряде случаев, в ряде особых случаев и в общем-то под вашу историю не подходит. Вашей девушке не 15 и не 16 лет. Ваша девушка 17. Я думаю, что меньше через год она станет совершеннолетней. Ваша задача прожить вот этот период, пока она не свободна и пока она формально зависима от родителей, сохранив отношения. Но вы не сохраните отношения, если будете центром вашего внимания делать родителей, которые может быть и желают добра своей девушке, о, вашей девушке, своей дочери, но которые делают это, будучи абсолютно глухими к ней, к тому, что она хочет. И они имеют на это право, потому что они не должны ее слушать. Равно как и девушка имеет право их не слушать. Но сейчас у нее нет для этого оснований. По достижению 18-летнего возраста эти основания у нее будут. И вот тогда она может делать все, что хочет. Тогда запрет из чего-либо будет являться незаконным. И вот тогда, тогда, вы можете делать все, что угодно. Но у меня появилось ощущение, что вам важно получить одобрение ее отца. Так же, как девушке важно получить одобрение своего отца. И вот это большая проблема, потому что таким образом мы власть на своей жизни отдаем другим людям. И вот когда мы отдаем власть на своей жизни другим людям, эти люди начинают этим пользоваться. И то, что делает отец девушке, он делает это все не потому, что он плохой, а потому, что девушка отдала ему власть над своей, как бы, линией поведения. Это не хорошо и неплохо, это нормально, но в какой-то момент, в какой-то момент она может эту глаз забрать. Если вы поможете девушке это сделать, это будет лучшее, что можно в этой ситуации предпринять. И лучшее, что можно предпринять для сохранения отношений. Говорить ей и напоминать ей о том, чего она хочет. Говорить ей и напоминать ей о том, что ей нужно, какие у нее ценности, но, чтобы это делать, вам нужно не бояться, что она от вас отвыкнет. То есть, понимаете, вы не свободны, она не свободна, ее родители не свободны. И мне кажется, что самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это сделать шаг к свободе самому, показать девочке, как это происходит, через психолога, через психотерапию. И тем самым обрести надежду на построение отношений. Да, может быть, она не будет слабой. Может быть. Но вы и она будете свободны. Для этого требуется определенный уровень зрелости. Вашей зрелости, в первую очередь. И помочь ее достичь, может психолог, через психотерапию, например, психотерапию страха. Четверна, двадцатый. Как она сводит смысл своей жизни получить одобрение отца, так вы сводите смысл своей жизни к тому, чтобы быть с ней. Это не зрелость. Когда человек сводит всю свою личность к чему-то одному. Понимаете? Отход от этого. Способность увидеть многовариантность. Способность увидеть другой результат, другой вектор развития отношений, в том числе, является шагом к свободе. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте. Вам это пригодится. Так же не рассчитывайте. Наш опоры Donc если вы должны легко чтобы наше полеoliдиканье, чтобы ви États Косяно-наresえる нанесен на кухой, Попробуем.